Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Наконец-то пришел ко мне заказ по третьему каталогу. Каталог выглядел вот таким образом. Показываю вам фокус, потому что мой сын очень любит каталоги. И, в общем, из того каталога, который был, он уже... Тут нет уже обложки, к сожалению. Каталог был очень классный, очень выгодный, с прекрасными предложениями. Он понравился не только мне, но и моим клиенткам. Поэтому заказ у меня был довольно-таки большой и интересный. Но это, естественно, на мой субъективный абсолютно взгляд. Начнем с самого популярного заказа в моих каталогах. Это, естественно, спреи. В этом каталоге они были по какой-то сумасшедшей вообще привлекательной цене. Давайте посмотрим, какие у меня заказали. Маракуйя и Пион. Очень люблю этот спрей. Он суперклассный. Дальше. Цветущая Сакура. Это один из самых, ну, таких старых ароматов. В плане давно уже в линейке. Один из новых. Клубника и белый шоколад. Тоже пользуются, кстати, спросом. Дальше. Новый тоже. Кокос и карамбола. Кстати, кто как говорит, карамбола или карамбола. Гранат и манго. Люблю этот аромат. Хороший. Клюква и корица. И так. И все. Остальное уже эти, как их, наборы. Значит, шесть спреев. Каждые два стоили 159 рублей. Получилось, что один по 80 рублей. С учетом того, что всегда их цена по скидке это 199 рублей. Тут они получались по 80. И на них шла скидка представителя полностью. Кто является представителем, знает, что чаще всего на такие акционные товары, когда какая-то супер распродажа, всегда скидка действует только 15%. В моем заказе была скидка 27%. И вот на эти спреи была скидка 27%. Получается, по себестоимости они вышли по 58 рублей, девочки. Это вообще очень-очень выгодно. И те, кто любят спреи, я вам советую в... Сейчас посмотрю еще раз в третьем каталоге. Обратить внимание и закупиться намного выгоднее, чем в остальных каталогах. Дальше. Заказали у меня также наборчик, который стоил 219 рублей. Это набор, который... Новинка, в общем, с ароматом груши и пиона. Мне, кстати, тоже очень нравится аромат. Я очень люблю аромат пионов. Здесь гель для душа, лосьон для тела и... Лосьон-спрей. 219 рублей. Получается, что по 73 рубля, что ли, каждый продукт. Тоже неплохо, выгодно. И кто любит эту серию, я уверена, что... Ну, как бы... Хорошая цена можно приобрести. Правда, все говорят, что гель для душа Сенсус все-таки получше, чем гель для душа Иван Нейчурлс. Но здесь абсолютно на любителя. В этом каталоге еще был очень крутой набор, в который входил гель для душа, который лично меня просто покорил вообще с ног до головы. И мои клиенты, они вроде как чувствуют, что ли. Ну, как клиенты. Это в основном мои подружки. Видимо, я когда с ними делюсь, они, знаете, как тоже загораются. Это был наборчик, который назывался «Счастье». Он стоил 159 рублей. И здесь был гель для душа и жидкое мыло. Это очень выгодно, потому что все знают, что в Иване цена на жидкое мыло явно завышена. Поэтому таких наборов у меня не один, а целых два. Аромат у этой серии просто божественно приятный. И на самом деле, Иван очень большие молодцы, потому что они стараются и они удивляют ароматами. По крайней мере, меня они очень радуют ароматами. Я довольна. Мне не стыдно предлагать клиенткам. В этот раз была очень хорошая цена на гели для душа. Ну, как бы относительно хорошая. Можно было приобрести два геля для душа за 149 рублей. Что и сделала моя подружка. Она как раз купила и для себя, и для мужа получается с ароматом ванили и жасмина кремовая текстура. И сила притяжения обычная гелевая текстура. Это супругу. Так что она убила сразу, считайте, двух зайцев вообще. Я, конечно, молодец. Я эти спреи поставила назад. Сейчас все закроет их. Ну, ладно. Мы не будем огорчаться на эту тему, потому что у нас есть еще один спрей, который уже парфюмированный. Он стоил 189 рублей. Это спрей Черриш. У меня есть клиентка, которая заказывает у меня раз в год, и она заказывает этот спрей. Очень его любит и всегда... Ну, я так думаю, что все-таки она его заказывает, когда он у нее заканчивается. Так что эти парфюмированные спреи, я так поняла, что тоже неплохие. Ну, раз мы начали про наборы, давайте продолжим эту интереснейшую тему. Здесь был очень крутой набор. В этом каталоге, который стоил 399 рублей, это набор сокровища Бразилии. В него включал... В этот набор включал в себя скраб. У меня такой скраб был. Его минус этого скраба, что он так хорошенечко пачкает ванну. Но у него очень крутой аромат, и у меня было всегда ощущение, что я пользуюсь не скрабом, а вареньем. Может, еще из-за того, что цвет такой насыщенный, но хороший такой, ощутимый. И можно сказать, что не пилинг, а прямо скраб. Дальше. Была суперкрутая маска для волос. Мне она очень нравится. Я очень люблю маски для волос от Планеты СПА. Именно фиолетовую, сокровища Бразилии, и черную. Ну, и крем для рук и ног. Но я бы его все-таки рекомендовала для ног, потому что он очень питательный. Очень такой густой. Он тоже имеет, у него есть цвет, тоже фиолетовый. И я им пользовалась зимой для ног под носочки. В принципе, у меня такой набор был, я пользовалась всем из этого набора. Дальше. Неестественно, не прошли мимо у меня девочки набора с черной икрой. В него входила маска для волос. У меня таких набора два, поэтому показываю сразу в двух экземплярах. Дальше. Что у нас тут? Ночной увлажняющий гель для лица. Да. В объеме 75 мл. Чуть-чуть я расстроилась. Какие-то, по-моему, помятые все коробки у меня чуть-чуть пришли. Ну, ладно. И вот такая маска-гель для кожи вокруг глаз. Я всегда говорю, что я использую эту маску. У меня есть в косметичке всегда один тюбик и один у меня в запасе еще есть. Зимой это палочка-выручалочка для тех девочек, у которых обветривается кожа. Лично у меня есть такая проблема, особенно с учетом того, что я вообще не привыкла к морозам. И когда я первый раз пережила такую русскую настоящую зиму, эта штука была... Я показываю, да. Вот эта штука была просто палочкой-выручалочка. Я... У меня всегда обветривается подбородок. Или вот, ну, щеки, вот я не знаю, то ли какие-то нежные места. И я наносила этот гель. Он очень питательный. И то ли там какое-то есть масло, то ли что, я не знаю. Ну, в общем, мои вот эти шелушения, они скрывались буквально, ну, за считанные, там, я не знаю, за 30 минут уже ничего не было. Я перепробовала, девочки, вы не представляете, мне мама какую-то мазь привезла. Бора-не-бора, там, ну, я не помню, как они называются. Ну, в общем, эта штука, по сравнению с теми мазями всеми, она покупала какие-то дорогущие на маслах, ну, я не знаю, там, очень клевые. У кого есть, особенно девочки, я знаю, которые живут там в холодных, ну, далеко, в общем, в таких местах России, где очень холодно. Обратите внимание, в наборе этот набор стоил, сейчас скажу, сколько, потому что я положила бумажку. Он стоил 299, если я не ошибаюсь, но, чтобы не врать. Да, 299, перепроверила себя. Получается, что каждая составляющая по 100 рублей, это вообще очень дешево и очень сердито, так что обратите внимание. Дальше. Не отвлекаемся, и у нас на очереди еще один набор, который включал в себя очищающее средство против черных точек, маску для глубокого очищения и очищающий тоник для лица. Набор стоил 299 рублей, подружка всегда у меня покупает эти средства, я всегда, когда показываю это, вот у меня покупает почти всегда одна и та же девочка, и она очень довольна, очень рада, они очень экономичны, она всегда берет запас, когда выгодные акции. Дальше. Что касается еще выгодных цен и приятных таких приятностей для моих клиенток, у меня была очень хорошая цена на маски для лица, давно не было такой цены, поэтому у меня девочки себя порадовали. Значит, первая маска, это разогревающая маска для лица вулкана Исландии. Кстати, кто вот захочет, обратите внимание, у нее, в отличие от других масок, 50 миллилитров только. Дальше, две маски, русская баня, красивые, мне так нравятся вот эти изгибы, прям они хорошо смотрятся. И одна увлажняющая маска для лица, сокровища Бразилии. Повторюсь, они были всего лишь по 50 рублей, давно не было такой скидки на маски, хорошая цена. Дальше, также хорошая цена и также наборчик. Это у нас набор, сейчас, секунду, Сияние Востока. Это мой просто любимый набор, я очень люблю это очищающее средство, у него очень хороший дозатор, очень хорошее средство, неяркий, приятный аромат. Прекрасно очищают кожу, мою кожу не сушит, у меня к нему нет ни одной претензии. Значит, очищающее средство для лица, тонизирующая маска. Я честно скажу, что маски у меня уходят очень медленно, я очень редко ими пользуюсь. И сейчас, в основном, пользуюсь масками одноразовыми, вот в пакетиках. Такие что-то я как-то разлюбила, что ли. И тонизирующий скраб для лица. Сейчас я скажу, сколько стоил этот набор. Он не очень дорого стоил. К сожалению, я прикрепила к нему, в общем, у меня есть такие бумажки, и эта бумажка отлетела. Не могу предупредить, знаете, но, по-моему, он стоил тоже 299 рублей. Сейчас, извините, у меня в последнее время редко бывает, что я не говорю сразу цены, но, вот, знаете, и на старуху бывает проруха. Ох, уже эти мои бумажечки. По-моему, он стоил 299 рублей, и этот набор купила себе я. И потому что у меня всегда должно быть в запасике, вот они, эти наборчики. Планета Спава в этот раз нас порадовала, не то слово порадовало. Так, да, вот он. Я была права, 299 рублей. Шикарный набор. Рекомендую всем девочкам, кто любит такие штучки. Извините за такое, в общем, отступление. Дальше. Дальше за 139 рублей можно было приобрести 2 шампуня с витаминным комплексом. И у меня выбрала, там со страницы можно было выбрать любой из серии Avon Naturals. Эти шампуни по 250 миллилитрам, здесь 2 в 1, здесь тоже 2 в 1 шампуни-ополаскиватели. Клевер и черная смородина и с ароматом цветка лотоса и базилика. Разные отзывы на эти шампуни. Я всегда говорю, что я почему-то не пробовала эти шампуни, к сожалению. Но я уверена, что когда-то у меня дойдут руки до этих шампуней. Кстати, у меня закончились запасы жидкого мыла и подходят к концу средства для волос. Так что я, вы знаете, как остановила себя. И гель для душа, конечно, ни конца, ни края нет. Но вот с шампунями как-то у меня стало, знаете, видеться, как это, конец, свет в конце тоннеля. Вот-вот. Дальше наборчик также. Вы обратите внимание, у меня весь заказ, одни наборы сплошные. За 169 рублей у меня подружка приобрела наборы из серии FoodWorks. Сладкая ваниль, расслабляющее средство для нужных ванночек. Сладкая, так, скраб и крем. Насколько я знаю и насколько я пробовала, по-моему, даже сладкую ваниль я уже пробовала. Скрабы, здесь скрабами не назовешь. Они очень-очень такие мягкие, как сказать, незаметные. Вот, незаметные, не могла подобрать. Но у этих серий есть очень большой плюс. У них почти у всех лимиток просто невероятно приятные ароматы. И я уверена, что почти все покупают эти лимитки, именно за счет... Выезжают эти лимитки за счет своих ароматов. Была хорошая серия от FoodWorks. Можно было купить два крема по цене 149 рублей. У меня купила подружка средство для смягчения грубевшей кожи. С пемзой и пудрой скорлупы грецкого ореха. Это средство очень хвалит Светлана 1983. И смягчающий крем для ступней с маслом ши и виноградных косточек. Буквально вчера я смотрела ее пустые баночки, где она очень-очень ругала. Средство от FoodWorks с мочевиной и гидроксикислотой какой-то, в общем. Что оно абсолютно бесполезное и бестолковое. А вот про эти два средства я пользовалась смягчающим кремом по как раз рекомендации Светланы. И поэтому рассказала подружке, она тоже приобрела. Все равно как бы как ни крути, а мы на эти отзывы опираемся. И не хочется тратить деньги в пустоту, поэтому я лично всегда прислушиваюсь к отзывам. Также я забыла вам показать большую банку. За 169 рублей у меня купили пену для ванны с ароматом жасмина. Кстати, обратите внимание, написано не на русском. Это говорит о том, что произвели пену не в России, а как здесь написано. Сейчас я вам скажу, наверное, да, в Польше. Но, как мне кажется, на качество это никак не повлияет. Но это мое, конечно, мнение. Там уж каждый есть, я знаю, такие патриоты, которые не пользуются теми продуктами, которые не производятся в России. Сейчас я вас чуть-чуть поправлю. Дальше. Дальше заказали. Была неплохая цена, 175 рублей на сыворотку для сухих кончиков. Она пользуется у меня всегда спросом. У меня есть клиентка, которая говорит, Марин, ты мне даже не давай каталог. Просто, когда она по хорошей цене, всегда мне ее заказывай. То есть, у всех есть свои предпочтения. За 145 рублей очищающее средство для лица все в одном. Не первый раз у меня подруга берет его, и ей она нравится. Оно в себя, конечно, включает реально все. Тут можно его... Сейчас я вам скажу, по-моему, и как маску. Да. Как скраб. Как маску. По-моему, средство, как средство для снятия макияжа, как скраб, как маску, как лосьон, короче, как все, что хочешь. Такое очень многофункциональное средство, но она, по-моему, все-таки его использует как скраб. Дальше. Что касается супервыгодных предложений, наверное... А, вот еще что я вам покажу. Я покажу вам лак для ногтей Avon True. В этом каталоге была хорошая акция на лаки для ногтей. Они были по 99 рублей. Многие почему-то не увидели эту акцию, потому что она была на предпоследней странице. У меня, по крайней мере, такое ощущение, что... Поэтому девочки, у которых каталог будет только через две компании, обратите внимание. На английском выглядит вот так название. По-моему, на русском это то ли весенний ирис, то ли... Сейчас скажу вам точно. Да, весенний ирис. Ирис, не знаю. Давайте посмотрим аккуратненько, какой все-таки оттенок у этого лака. О-о-о-о, перламутр. Такой фиолетово-розовый перламутр. Красивый оттенок. Ну, на любителя, конечно, я вот лично люблю вообще... Просто глянцево. Глянцевые матовые лаки. Но вот перламутр не мое, но я знаю, что у некоторых девочек на ногтях оно смотрится красиво. Дальше приобрели у меня водичку 359 рублей. Миниатюру, как бы, лак для мужчин 30 миллилитров. Кому интересно, могу тоже открыть аккуратненько. Это такая же вода, как в большой версии, но просто такой эконом, что ли, вариант. Ой, как они запаковали. Я даже не буду открывать, потому что уже очень плотно. Не хочу портить коробочку. Насколько знаю, клиентка хотела в подарок кому-то. Также приобрели за 175 рублей дезодорант Full Speed. Вот этих вещей, вот таких у меня в заказе бывает очень редко. У меня такие штуки. И, на мой взгляд, это все-таки немножко дороговато. Я, правда, не знаю... 150 миллилитров. Не знаю, какое качество у этих дезодорантов. Но цена такая, знаете, не сказать, что очень дешево. Дальше. История о том, какие все-таки мы девочки интересные... Какие мы все-таки интересные. В общем, на работе коллега у меня заказала средство для бровей. Даже не знаю, как сказать. По-моему, она называется именно так. Гель. Гель-крем для бровей. В общем, она заказала его. Я вот вам показываю. Три каталога подряд я вам показываю одно и то же средство в одном и том же оттенке. Soft Brown. В этом каталоге оно стоило 205 рублей. Кстати, три каталога подряд, по-моему, она одинаково стоит. Эта коллега моя пришла домой. Дочка у нее увидела следующий заказ. Она у меня опять заказывает такое средство уже для дочки. Рассказав эту историю еще одной коллеге, коллега говорит, моя бухгалтер тоже. Ты знаешь, Марин, раз понравилось ей, понравилось ее дочке, значит, 100% понравится мне. Ну, в общем, я так подозреваю, что эта коллега сейчас расскажет своей маме. Я уже говорю, девочки, давайте оптом закупимся, пока цена хорошая. Очень неплохое средство. Довольны все. И коллега приходит, ну, естественно, делает, оформляет брови этим средством. Прям заметно, что классно оформленная, хорошая штучка. Естественно, если вам, ну, вот цвет. Просто не все, как бы, такие русые девушки. Вот эта коллега блондинка. Но она говорит, я люблю, когда брови потемнее. Ну, на вкус и цвет. Так же у меня заказали румяна в оттенке. Что-то не пропечатался как-то оттенок, если честно. Не вижу, представляете, где оттенок. По-моему, они такие розовенькие. Первый раз у меня их заказывают. Тоже обратите внимание на коробку. Жалко так, если честно. Стоили эти румяна 299 рублей. И когда клиентка заказывала, она говорит, Марин, они не сушат кожу румяна. Ну, слава богу, я не сталкивалась с такими румянами, которые сушат кожу. Мне, наверное, повезло. Я так подозреваю. Дальше. Была хорошая цена на карандаши для губ и на помаду Леди. У меня всегда заказывает ее одна и та же клиентка. В оттенке Роуз Крим. Помада и карандаш, что ли, по 119 рублей. Карандаш к этой помаде Роуз Крим. Она заказывает Коралл Дизайр. Три года подряд. И еще у меня заказали карандаш для глаз. Он стоил 125 рублей. У него очень... Вот я прям хочу показать вам его. Постараюсь аккуратненько это сделать. Вот такой оттенок. И давайте посмотрим. Потому что мне очень интересно. Была хорошая цена. 125 рублей. Это неплохая цена для карандашей. И давайте покажу тихонечко. Не знаю, конечно, видно или нет. Снимаю в искусственном освещении. Уже после работы. Ну, такой, знаете, с такой конкретной серебринкой. Он и в синеву. Даже серо-синий такой. Ну, синий прям. Мне кажется, клиентка-брюнетка. Ей очень хорошо, мне кажется, будет. И по такой цене почему бы не взять. Дальше. Дальше остались мои покупки. Их я совершила из фокуса. Не знаю, что меня так вообще торкнуло на самом деле. Я думаю, что это тоже из-за того, что мои коллеги так отреагировали на эту штучку. Выглядит так же. Это гелевая подводка для глаз. Она была по 149 рублей. И я приобрела себе вот такую кисточку. Кисточку давайте сразу покажу. Она стоила 99 рублей. Она без растушевки. Чисто. Давайте я прям ее разорву. Ну, я насколько понимаю, это не новинка. Это просто новинка как раз, видимо, гелевая подводка. Кисточка очень приятна в руке. Как ручка. И, в общем, такие у нее, видите, скошенная она. Мягенькая, приятная. Но, ну как, будет, мне кажется, хорошо нарисовать. И давайте посмотрим, что касается гелевой подводки. Я приобрела в оттенке черный, black и brown, коричневую. Давайте посмотрим. Они должны быть очень-очень красивые. Да, такие же коробочки. Ну, не коробочки, даже стеклянное оно. В оттенке черное. Просто черный матовый оттенок. Как любая обычная подводка. Интересно, получится у меня ими пользоваться или нет. И в оттенке коричневый. Ой. Кстати, на картинке они такие были, знаете, как? Как будто с блеском чуть-чуть. Я не знаю, видно или нет. А здесь просто они матовые. Я коричневую хочу показать вам сводчик. Ну, неплохо, вы знаете. Хорошо смотрится, мне нравится. Мне... Я светленькая. У меня волосы светлые. Мне будет, мне кажется, хорошо. Посмотрим. Так что в этом каталоге я себя тоже не обделила. Очень этому я рада. Очень я довольна. Вот такой был заказ. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что я была чем-то вам полезна. Кстати, хочу показать вам, что к этому заказу пришли купоны. Каждый раз после каталога к 8 марта приходят купоны. У меня их пришло ни один, ни два, ни три. По-моему, это даже не все. Посмотрим, что по этим купонам мы можем приобрести. Естественно, мы сейчас вместе с вами полистаем каталог. Так что не переключайтесь, как говорится, а просто проходите и смотрите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok